ребят привет продолжаем обсуждать спорные вопросы питания сегодня тема вообще сейчас все спорно в сфере питания я продолжаю исследовать потому что ну как 30 лет слежу за питанием и все время узнаю что-то новое сейчас общаюсь с двумя нутрициологами один нутрициолог в калифорнии один нутрициолог в россии и сопоставляю то что мне говорят эти люди пытаюсь взять для себя что-то рациональное внедрить в каждодневные привычки в питании последнее время исключительно заморочился их темой омега-3 именно в питании и соотношением омега-3 омега-6 жирных кислот в моем рационе почему этой темой меня загрузили потому что рассказали буквально месяц назад что у всех современных людей особенно живущих в мегаполисах идет огромный перекос в сторону избытка омега-6 по отношению к омега-3 а именно это соотношение омеги-3 омега-6 является ключевым для здорового состояния клетки или клеток человеческого тела а главное клеточных мембран если перекос велик в сторону одной из не ну то есть в данном случае в сторону омеги-6 то клетка находится в постоянном стрессе напряжение в неком воспаленном состоянии но может быть я неправильно упоминаю использую термин но в конце выпуска я дам вам послушать прямую речь нутрициолога почему в конце ну чтобы может вам сейчас неохота долго слушать но там будет минуты четыре прям прямой речи нутрициологов по этому вопросу те кому интересно досмотрите до конца и так соотношение омега-3 омега-6 человек рождается с соотношением один к одному это и есть оптимальное для здоровья соотношение дальше в течение жизни соотношение сдвигается в сторону избытка омега-6 как как исправить исправить можно продуктами богатыми омега-3 но дело в том что то что мы привыкли считать там лосось например как один из источников уже не работает потому что лосось фермерского происхождения вы все прекрасно знаете о качестве лосося что его кормят искусственно он выращивается в искусственных бассейнах это далеко не та рыба которая жила то есть это не дикая рыба дикий лосось я вообще не представляю где купить но наверное где-то можно значит поэтому мое предпочтение сейчас нутрициологи сказали денис ешь скумбрию я что я бы скумбрию я никогда вообще не ел скумбрию и вот недели три я просто религиозно почти каждый день ем скумбрию почему именно скумбрию об этом тоже нутрициолог в конце расскажет скумбрия во первых это рыба морская рыба живущая в холодных частях океанов в холодных акваториях нам так будет правильно сказать именно такую надо предпочтительнее покупать из холодных вод потому что в ней больше жиров на этом я предлагаю перейти непосредственно к самой вкусной части выпуска это приготовление скумбрия скумбрия сырая ее надо сначала приправами вы кстати задавали мне вопрос в прошлый раз чем я здесь у меня в приправе смешанная гималайская соль имбирь чеснок укроп кориандр черный перец внутри внутри поперчил снаружи перемещаем ее на фольгу немного завернуть то есть так мне было сказано завернуть но не не совсем плотно завернул и теперь помещаю помещаю этот печь закрываю давайте поставим 200 старт пошло и время 20 минут через 20 минут будет готова так и готова теперь рукавица так так но скубы иди сюда я тебя так а готова ли как мне сказали проверять маша а можешь мне подсказать оттуда видишь иди ко мне пожалуйста сюда проверь готова апрель как объяснить только привлечь ну когда этого срой воде когда так сделаешь она туда это прилипает а сейчас не прилипает все хорошо пашка спасибо большое тебя сегодня ты немножко появилась в кадре спасибо куда без машинки невозможно ничего ребят я сделаю вам вы знаете что вам всем придется столкнуться с тем же самым с прилипанием с отлипанием но это я говорю те кто не фанаты кулинарии вот она есть теперь самое интересное самое приключение сегодня это ее закоптить коптильный аппарат в него насыпаю щепу из бука и ветер поднялся сразу теперь так здесь генируется там генируется поток воздуха надо поджечь щепу я много положил его может быть о пошел вот он процесс так 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 теперь сократить скорость вот она кулинария высшего уровня хвост спрячь свой хвост в общем как-то так мне показывали и буквально недолго и она должна принять этот запах давайте не будем горячить сегодня надолго все закоптили это паутина ну что давайте есть хватит уже все это все эти ритуалы кулинарные да вот что меня радует ребят в том что она очень легко отделяются от нее кости раз пусть там лежит вот так я ее ем даже без дополнительного перчения соленья очень вкусно а если еще добавить я не любитель рыбы но это четыре раза в неделю ем спокойно вкусная не как не кажется что слишком жирная хотя именно благодаря жиром в ней она является полезной источником омега-3 сейчас ребят включаю вам диетолога нутрициолога слушайте внимательно если у вас есть медицинское образование либо вы тоже в этой сфере считаете что разобрались и понимаете вопрос соотношения 36 омега-3 омега-6 жирных число комментируйте очень важно здесь друг с другом делиться знаниями своими не осуждайте другие точки зрения сейчас у нас плюрализм в области питания настоящий настоящая демократия пришла сферу питания мы все я слово передаю нутрициологом с вами прощаюсь до следующих наших выпусков пока денис отвечая на ваш вопрос сразу хочу сказать что омега-3 омега-6 и омега-9 а так условно принято обозначать три группы жирных кислот которые являются структурными элементами клеточной мембраны говоря о степени значимости омега-3 омега-6 и омега-9 я особенно выделила бы омега-3 и омега-6 почему потому что во первых омега-3 и омега-6 не синтезируются в организме человека и человек получает их исключительно с питанием это во первых во вторых значение эти две кислоты жирные имеют только в соотношении друг с другом и этому есть совершенно логическое обоснование и объяснение дело в том что омега-6 полняя свои непосредственные функции на уровне клеточной мембраны имеет так называемый побочный эффект видео его называют провоспалительный эффект или в буквальном смысле это эффект воспалительного напряжения клеточной мембраны то есть омега-6 как побочный эффект вызывает воспаление клеточной мембраны противостоять этому воспалению может только молекула жирной кислоты омега-3 и это противостояние будет результативным в пользу омеги-3 в том случае когда соотношение омеги-6 к омеге-3 составляет не более 5 к одному то есть пять к одному это такая пограничная норма в идеале ученые наука рекомендует соотношение как 3 к одному и ниже то есть к одной молекуле омеги-3 должно относиться не более трех молекул омеги-6 к сожалению на сегодняшний день современная пищевая индустрия мировая независимо от того в какой стране мы живем устроена таким образом что человек просто-напросто в своем рационе имеет огромное преобладание омеги-6 над омегой-3 и это преобладание на сегодняшний день в 20 и 30 раз омега-6 над омегой-3 такая ситуация конечно же не может не сказываться на состоянии здоровья людей и их активного долголетия один из теперь по скумбрии почему же мы все-таки отдаем предпочтение скумбрии вы и выделяем ее на фоне других рыб другой рыбы когда мы говорим о предпочтительном виде рыбы в рационе очень важно учитывать совокупность таких составляющих как пищевая ценность продукта и степень его безопасности а по установленным критериям на сегодняшний день принято считать что этим требованием в большей степени соответствует представитель морских оконеобразных скумбрия в отличие от различных других видов рыбы и если вкратце то когда мы говорим о пищевой ценности продукта питания то мы подразумеваем содержание в нем совокупности белков жиров углеводов микроэлементов макроэлементов и витаминов так вот скумбрия в особенности та которая обитает в холодных бассейнах атлантического океана имеет ряд преимуществ преобладания по этим показателям над представителями но других видов рыб так ее отличает от других видов рыб в значительной степени содержание аминокислотного состава жирных кислот в частности группы омега-3 содержание витаминов группы витаминов b в частности преимущественный относительно других видов рыбы макроэлементный и микроэлементный состав в частности по йоду с точки зрения критериев безопасности очень важно понимать что вообще морской рыбе свойственно накапливать в себе токсичные элементы моря которые свою очередь представляют из себя промышленные загрязнители современного мира и и конечно же чем меньше средняя продолжительность жизни рыбы тем соответственно она меньше накопит этих токсичных соединений себе в виде тяжелых металлов и дегоксинов а также при оценке критериев безопасности рыбы в частности морской рыбы имеет большое значение зависимость от длины пищевой цепочки здесь обратная зависимость существует то есть чем короче это пищевая цепочка у данного вида рыбы тем меньше она накапливает соответственно токсичных соединений чем больше длина этой пищевой цепочки соответственно тем больше на токсичных соединений она будет эта рыба будет содержать себе скумбрия относится таким образом к рыбе с короткой пищевой цепочкой поэтому тоже это один из плюсов в пользу ее преимуществ к сожалению на сегодняшний день очень часто в народе да и средствах массовой информации нередко можно наткнуться на такое ошибочное мнение о том что лидером по своим питательным свойствам среди морских рыб являются форель и семга на самом деле это конечно же не так и объясню почему к сожалению вся форель и семга и другие виды красных рыб представленные сегодня в продаже в рыбных маркетах и на рынке это искусственно выращенная рыба рыба выращенная в условиях искусственных бассейнов на искусственных кормах поэтому такая рыба преимущественно также содержит омегу-6 и может содержать возможно незначительное количество омеги-3 в отличие от скумбрии и других видов мелкой рыбы которая живет в естественных условиях в морях и океанах и питается естественным фитопланктоном и надо заметить что помимо того что такая искусственно выращенная рыба уступает в пищевой ценности естественной рыбе не исключено что она и по степени безопасности также уступает естественной рыбе постольку поскольку для стимуляции роста не для кого не секрет что могут использоваться различные препараты в виде гормонов возможно антибиотиков но и каких-то других химических синтетических средств а которые не приносят естественно никакого никакой пользы организму человека а а Продолжение следует...